Сравнительный анализ кабалы и верований. Вера и постижение. Религии требуют от человека слепой веры в Творца. То есть я верю, потому что мне так сказали. Принимаю это как аксиому и живу себе, не задумываясь. В кабале необходимо постичь Творца, почувствовать его, а не просто верить. Творец – это сила отдачи и любви. И ее нужно раскрыть в себе. Постоянство Творца. Многие духовные практики утверждают, что Творец или Высший Разум меняет свое отношение к человеку в зависимости от его поступков. Кабала говорит, что Высшая Сила неизменна. Если я становлюсь подобным этой силе, силе отдачи, то воспринимаю ее или Творца, что одно и то же, как доброго. Если же отдаляюсь от Высшей Силы по свойствам, то Творец мне кажется злым. Я вижу вокруг себя страдания и страдаю сам. Осознание зла эгоистической природы. Многие верования считают, что человек – низкое, порочное и ущербное существо по отношению к Богу. И это нормально. Надо только плакать, молиться и стараться быть хорошим. Кабалист не плачется Творцу о своей неполноценности. Мы должны осознать, что зло – это любовь к себе. И оно заложено в нас самим Творцом с целью достичь добра и совершенства. И только Творец способен изменить природу человека. То есть обратить зло в добро, в любовь к ближнему, а затем в любовь к Творцу. Распространение кабалы. Кабалисты считают, что только постижением кабалы мы достигнем цели, ради которой созданы. А потому мы обязаны открывать центры, выпускать книги, дабы ускорить распространение кабалы среди самых широких масс. Баля Сулам – предисловие к книге «По ним мирот в Эмазбирот». Узнать управление и замысел высшего желания. Каков будет конец кругооборотов мира, их тайны. Все это является предметом науки кабала. Рамхаль да твунут. Таким образом, постигая кабалу, человечество поднимается на новый уровень существования. При этом каждый народ будет вправе придерживаться своей религии и традиции. Религиозная форма жизни всех народов должна, прежде всего, обязывать их представителей соблюдать принцип любви к ближним. Однако, помимо этого, каждый народ может следовать своей религии и традиции и не следует одному народу вмешиваться в дела другого. Баля Сулам – последнее поколение, статья, решение. То есть всем народам потребуется сменить свою эгоистическую природу на природу божественную, альтруистическую. Внешние рамки останутся теми же, но внутренняя суть человека полностью изменится. Вот такой он краткий сравнительный анализ кабалы и верования.